Здравствуйте, уважаемые коллеги. Можно мне какой-нибудь пульт, чтобы переключать? Спасибо большое. Сегодня действительно мы поговорим о морфологических и не только предикторах ответа на иммунотерапию. И в первую очередь хотелось бы сказать о том, что мы ищем маркер. Маркер, который позволяет получить ответ на терапию. Это, собственно, определение предиктивного биомаркера. Однако лучше всего, чтобы этот маркер соответствовал способности адаптироваться к терапии. То есть в данном случае, когда изменяются условия или изменяется терапия, мы могли следить за изменением этого биомаркера и также корректировать нашу терапию. Это относительно требования к адаптивному биомаркеру. Конечно же, классически мы используем ткань опухоли для основы для тестирования предиктивных биомаркеров. В первую очередь это парафиновый блок, который мы получаем в результате биопсии или операционного вмешательства. И также определяем уже известные нам биомаркеры для ответа на иммунотерапию. Если мы вернемся к схеме, которая не потеряла своей актуальности, которая учитывает наиболее важные точки и направление исследования ответа на иммунотерапию, она включает в себя как и опухолевую нагрузку, так и иммунный статус, инфильтрацию иммунными клетками, контрольные иммунные точки и другие факторы. Мы сосредоточимся на опухолевой нагрузке в первую очередь. В 2017 году FDA одобрила выбор терапии без учета гистотипа опухоли на основании микросателитной нестабильности. Важно учитывать и помнить о том, что микросателитная нестабильность, а также статус дефицита системы репарации неспаренных нуклеотидов, это два разных понятия, которые характеризуют один процесс. И если мы определяем MCI, то это один метод, это ПЦР или НЖС. Если мы характеризуем ММР, это все-таки иммуногистохимический метод определения. Классически наиболее выраженная микросателитная нестабильность определяется в гистотипах опухолей, связанных с карциномами матки, это карциномы толстой кишки, прямой кишки. Кроме того, высокий уровень также наблюдается в опухоли Вильямса, адренокартикальных карциномах. Далее, если мы вернемся к гистологическим особенностям, то в первую очередь хотелось бы отметить, что ряд морфологических особенностей в опухолях, в частности, аденокарциномы толстой кишки, также могут предсказать нам статус микросателитной нестабильности. В частности, это муцинозный компонент или муцинозная аденокарцинома, персневиноклеточный компонент, также выраженная лимфоцитарная инфильтрация на опухоли, как представлено на слайде, то есть большое скопление лимфоцитов по периферии опухоли, которая растет широким инвазивным фронтом. Это один из морфологических маркеров, которым мы можем предположить микросателитную нестабильность. Однако, конечно же, наиболее чувствительным и специфичным методом считается иммуногистохимическое исследование, полимеразно-цепная реакция, секвенирование следующего поколения. Классически мы определяем ядерное окрашивание в четырех генах, которые соответствуют четырем белкам репарации, это MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. То есть они гибридизируются друг с другом, это партнеры гибридизационные. Потеря одного из партнеров говорит о том, что у нас есть признаки дефицита системы репарации неспаренных нуклеотидов. Однако это не значит, что опухоль микросателитно нестабильна. То есть есть ряд нюансов, которые мы должны учитывать. Также, если мы используем метод ПЦР и контролируем микросателлиты, то есть увеличение или уменьшение их количества по сравнению с нормальной слизистой оболочкой, допустим, эпителии толстой кишки, то увеличение или уменьшение на 30% говорит нам о микросателлитной нестабильности. Однако это не значит, что система репарации не работает. То есть здесь есть ряд нюансов. Однако все-таки принято считать, что данные методы позволяют достичь чувствительности и специфичности, приближающейся к 95%. Кроме того, панели NGS, самые распространенные это Foundation One и MSK Impact от Memorial Sloan Catering Center, они считаются, во-первых, одобрены регулятором американским FDA для тестирования микросателлитной нестабильности, считаются наиболее чувствительными и в ряде локализаций, в частности при карциномах толстой кишки, они соответствуют и иммуногистохимическому методу определения, и ПЦР. Однако есть ряд рекомендаций, которые говорят о том, что не следует тестировать методом ПЦР микросателлитную нестабильность в других локализациях. То есть ПЦР приемлемо для определения МСИ в карциномах толстой кишки. В других локализациях лучше всего использовать иммуногистохимический метод или NGS. Есть ряд особенностей. До сих пор патологи сталкиваются с серой зоной, когда нам попадаются случаи, которые имеют частичную окраску, в частности, если мы посмотрим на данную микрофотографию, мы видим, что справа опухоль, железы опухолевые не окрашены, слева окрашены, то есть это ядерная экспрессия, в частности маркера МЛА6. И мы не знаем, как трактовать все-таки данную окраску, как это дефицит системы репараций или наоборот профицит. То есть в данном случае рекомендации разнятся, мы до сих пор рассматриваем это как серую зону, однако есть ряд рекомендаций, в частности, от колледжа американских патологов, которая приводит количественную оценку при данном методе определения, иммуногистохимическом. Однако это требует все-таки пояснения и исследования в дальнейших этапах изучения данного феномена. Кроме того, есть понятие ТМБ, которое с 2020 года получило одобрение также американского регулятора как предиктивный биомаркер в ответе на иммунотерапию. В частности, это опухолевая нагрузка, которая характеризует количество мутаций на 1 миллион оснований нуклеотидов. Считается, что более 10 мутаций на мегабазу, так называемую, это высокий уровень мутационной нагрузки. Однако существует проблема в том, что данный метод не имеет стандартизации четких все-таки границ. Это метод, который зависит от платформы. В частности, платформы, которые используются, это платформы Foundation One и MSK. Однако другие платформы тоже существуют, и там другие кат-оффы, и они валидированы в других исследованиях. То есть эта проблема есть. А ТМБ, как мы знаем с классической схемы Александрова, опубликованной в статье Nature 2013 года, разделяет опухоли по уровню мутационной нагрузки. Наиболее выраженный часто уровень мутационной нагрузки высокий в опухолях, а не мелкоклеточном раке легкого, при меланомах. И данные ТМБ, то есть высокий уровень мутационной нагрузки, соотносятся с уровнем микросателитной нестабильности. То есть в исследовании еще 2017 года на практически 700 пациентах было показано, что статус MCI сопровождается практически всегда высоким уровнем мутационной нагрузки. Однако в этом исследовании, допустим, уровень мутационной нагрузки был взят как 20 мутаций. Более того, надо понимать, что уровень мутационной нагрузки приводит к формированию неантигенов. Однако не каждая мутация будет приводить к формированию неантигенов. Наиболее активные мутации, которые приводят к формированию данных белков, это мутации со сдвигом рамки считывания. То есть больше 20% этих мутаций связаны с формированием неантигенов. И если мы посмотрим, допустим, на опухоль, которая имеет инфильтрацию лимфоцитами, мы можем увидеть, что эта опухоль имеет высокий уровень мутационной нагрузки, однако ответ на иммунотерапию крайне низкий. Почему? Ряд исследователей связывает это с мутациями в антиген-презентирующем комплексе, и в частности антигенах HLA. Данные мутации не позволяют достаточно эффективно презентировать антиген на поверхности опухолевой клетки. И, следовательно, иммунный ответ снижен, и это так называемый уход от иммунного ответа. Один из механизмов, который описывают. Кроме того, мы знаем примеры, что уровень ТМБ не всегда соответствует уровню ответа на иммунотерапию. Ряд опухолей, в частности карцинома Меркеля, не зависит от уровня ТМБ. Исследователи связывают это с другим патогенезом данных опухолей, в частности вирусоциированным патогенезом. То есть вирусы, как мы знаем, не только в карциноме Меркеля, но и в плоскоклеточных карциномах рака шейки матки, они приводят к формированию других неантигенов и других механизмов презентации антигена. Перейдем к иммунной инфильтрации. Что здесь интересного? Мы знаем, что опухоль имеет свое микроокружение. Микроокружение составляет большое количество клеток, которые взаимодействуют с опухолью. Конечно, патолог видит это совершенно не так, как показано на рисунке. Мы видим, что это немного более стерто и смазано, не так четко. Но даже на морфологическом методе исследования мы можем увидеть, посчитать количество инфильтрирующих лимфоцитов в опухоли. То есть это самый простой метод, который мы можем сделать на световом микроскопе. Мы знаем, что опухоли характеризуются по уровню инфильтрации как горячие и холодные. И холодные опухоли с точки зрения морфологии, интересно, что они имеют нейроэндокринную дифференцировку. У них другой метаболизм, связанный с метаболизмом жирных кислот. Кроме того, еще интересно, что опухоли горячие, они экспрессируют не только с Т-клетками, но и с Б-клетками. То есть мы постоянно говорим о Т-лимфоцитах. Однако Б-лимфоциты тоже имеют большое значение для элиминации опухоли. Если мы перейдем к, допустим, новым статьям, которые были опубликованы в Nature в 2020 году, то там вышла целая серия, посвященная уровню инфильтрации Б-клетками. Три статьи, которые связали ответ на иммунотерапию, уровень инфильтрации Б-клетками. Давайте посмотрим на них более подробно. В частности, для мягкотканных опухолей, а это опухоли, это додифференцированная липосаркома, это лемия саркома и недифференцированная плеаморфная саркома, были разбиты на 5 кластеров А, Б, С, Д, где Е-кластер характеризовался высоким уровнем иммунной нагрузки, а А-кластер считался неиммуногенным. И промежуточные кластеры С, допустим, связаны с высоким уровнем сосудов в опухоли. Было показано в двух исследованиях, что существуют эти кластеры, в том числе и в французской саркомной группе. В том исследовании было более 200 пациентов, которые показали, что уровень иммунных кластеров, высокой иммунной нагрузки составляет около 15-17% в этих трех гистологических подтипах мягкотканных опухолей. Что интересно, что эти иммунные кластеры коррелируют с выживаемостью. То есть если мы посмотрим на классические предикторы выживаемости, которые мы оцениваем в, допустим, мягкотканных опухолях, это грейд непосредственно в саркомах, допустим, размер опухоли, это гистологический подтип, глубина инвазии, то данные иммунные кластеры продемонстрировали наилучший прогностический уровень, связанный с общей выживаемостью. То есть вот он, иммунный кластер Е, который демонстрирует по сравнению с кластерами А, Б, С более высокие значения общей выживаемости. Если мы посмотрим на Б-клеточный иммунофенотип и сравним его с Т-клеточным иммунофенотипом, то мы видим, что Б-клеточный иммунофенотип в мягкотканных опухолях более прогностически значим для общей выживаемости. Далее. Для патолога что это значит? Мы можем оценивать данные иммунные кластеры с помощью иммуногистохимического метода исследования. В частности, мы можем оценить кластеры А, то есть кластер, который не иммуногенный, и кластер Е, который иммуногенный, высокий уровень иммуногенности, и кластер С, который обладает воскулиризацией. Собственно, довольно-таки простой метод исследования иммуногистохимический позволяет нам сформировать суррогатные прогностические группы и предиктивные группы среди этих трех гистотипов мягкотканных опухолей. Кроме того, кроме иммунных кластеров, значение имеет и формирование третичных фолликулов в иммунном кластере Е. То есть это те фолликулы, которые содержат в своем составе не только В-клетки, но и Т-клетки. То есть количество этих третичных фолликулов является и прогностическим, и предиктивным в этих трех группах гистологических подтипов в иммунном кластере Е. Интересно, что одно из исследований САРК-028, которое было опубликовано в Nature в 2020 году, показало, что на этом графике водопаде видно, что группа Е, который иммунный кластер Е, обладает лучшим ответом на иммунотерапию. То есть в этой группе Е был высокий уровень третичных фолликулов, а также уровень Б-лимфоцитов и количество иммунных клеток CD3-позитивных и CD20-позитивных, то есть тот антиген, который характеризует Б-клеточный иммунофенотип. Кроме того, это прогностический биомаркер в данном исследовании, то есть кластер Е красным обозначен. Еще одно исследование, которое было опубликовано в 2015 году, тоже сделало акцент на соотношение иммунных клеток в опухоли. Это инфильтрация и макрофагами, и CD16-позитивными клетками, то есть их соотношение в ответ на иммунотерапию тоже имеет значение. Идем дальше. Если мы вернемся к оценке Т-клеток, то в данных всех исследованиях использовались различные методы подсчета. И эти методы подсчета стараются стандартизировать. И в частности, один из подходов – это формирование международных групп для стандартизации Т и Б-клеточного инфильтрата. В частности, и на гемотоксилиной азине, так и на исследовании иммуногистохимическом. Мы знаем о PD-L1. Неоднократно говорили о экспрессии этого маркера. Здесь хотелось бы сделать акцент на том, что это бинарный или все-таки непрерывный предиктивный биомаркер. Данное значение биомаркера, то есть экспрессия есть или нет, или все-таки мы делаем акцент на уровне, количестве опухолевых клеток, которые экспрессируют PD-L1. Клинические исследования показывают в настоящее время, что большее значение имеет бинарность, то есть экспрессируется этот биомаркер или нет с точки зрения предиктивного значения. Кроме того, мы помним то, что мы оцениваем PD-L1 с помощью трех клонов в иммунных клетках, в опухолевых клетках, и в настоящее время считается, что зависимость клона сводится к меньшему значению. То есть, допустим, клоны СП-263 и 22С3 считаются аналогичными по способности окрашивать мембрану опухолевых клеток. То есть это тоже результат многолетних исследований, которые позволили установить данный факт. Ну и под конец мне хотелось бы показать, как в настоящее время исследуются те предиктивные биомаркеры, которые есть у нас в клинике. То есть мы используем опухолевый образец, получая блок парафиновый, в котором делаем срезы и окрашиваем их с помощью ряда антител. В дальнейшем подсчитываем какие-то определенные показатели с помощью светового микроскопа и выносим свое заключение. Однако скоро данный процесс заменится на более новые способы оценки иммунного инфильтрата и других предиктивных биомаркеров. Это связано с иммунофлюоресцентной иммуногистохимией, которая показывает не только один биомаркер, а множество биомаркеров на одном стекле. То есть если мы посмотрим на данный слайд, то мы увидим, что на одном микропрепарате мы видим 6 маркеров, которые мы можем посчитать и вынести заключение. То есть они будут классифицированы неотрывно в одном столбике ткани. То есть это считается наиболее эффективным способом классификации иммунных опухолевых клеток микроокружения опухоли. Ну, собственно, у меня все. Спасибо большое. Продолжение следует...